Штурмана Дмитрия Сухареченко советское командование направило в Афган одним из первых 26 декабря 1979 года. Советский Союз помогал правительственным войскам Республики Афганистан формировать боевые подразделения против вооружённой исламской оппозиции. Спустя 31 год после вывода наших войск, воины-интернационалисты не без горечи в голосе вспоминают те события. Мы тогда вводили войска. Я летал на самолете АН-12 и перевозили туда десантную группу. Два моих товарища погибли. Это Гладыш Иван Артёмович и Шевченко Владимир Николаевич. Они были моими друзьями. Мы вместе однокашники выпускались с училища. Герои, не спасавшие в бою, были и остаются героями и в Великую Отечественную войну, и в Афганскую, и в Чеченскую кампанию. Защита Отечества требует проявления героизма, смелости, самоотдачи. Но не менее героизма требует и самоотдачи от тех, кто исполняет свой служебный воинский долг за пределами своего Отечества. Многие наши соотечественники не вернулись домой после тех страшных боевых конфликтов. И сегодня мы их вспоминаем и со словами особой благодарности обращаемся к их родственникам, к их родителям, женам и сестрам, к их братьям, детям и внукам. Я сегодня хочу сказать огромное спасибо вам, воины-афганцы, за то, что вы, не раздумывая, действуя на благо нашей страны, выполняли присягу и выполняли приказ и шли защищать чужую, может быть, страну. Но это нужно было нашей Родине. Александр Глебов служил связистом в 40-й армии в Афгане в 1981-1983 годах. Вспоминает, как во время операции по переброске транспорта потерял друга водителя. Автоколонна попала под обстрел. Машину гнали из Кабула, колонну и обстреляли. Я сидел и на пеленгаторе, то есть ловили станции, отдавали шифр. Почему сегодня здесь? Ну как, почему? Что вас сюда привело? Воспоминания. Самые теплые, кстати, почему. Три офицера, четыре сержанта, двое рядовых не вернулись с афганской войны. Все они посмертно награждены. Двое из них – Валентин Комаров и Джон Зотов – медалью за боевые заслуги, остальные – Орденом Красной Звезды. Еще двое – Велиев и Соломатин – скончались от ран. Нам пришел приказ зайти в Афганистан. Мы зашли. В честь Родины государства мы приказ выполнили. На этой войне погибло свыше 15 тысяч наших солдат, бойцов, офицеров, вольнонаемных. Самому мне пришлось два с половиной года перейти в госпиталь, потерять друга. И таких, как я, очень и очень много. Почему и говорим, Афганистан болит в душе моей. В память о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества, в театрально-концертном центре «Щелковский театр» состоялось торжественное собрание. Сергей Горелов, Елена Мокринская и депутат МОСОБОЛ Думы Владимир Шапкин вручили благодарственные письма афганцам. Мужчины, 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 пути преграждали врагу. Михаил Налютов, Сергей Василевский, Щуковское телевидение.